Приветствую вас! Надеюсь, вы понимаете, что ваш отец использовал просто-напросто предлог для того, чтобы не одобрить ваш выбор. Ваш отец, наверное, по-своему действительно вас любит, по-своему. При этом нужно понимать, что по-своему ваш папа вас любит, по-своему. Его любовь она самобытна, его любовь она индивидуальна, его любовь она особо и обратна, но он вас любит. И, исходя из своих ценностей, исходя из своих взглядов, он хочет вам счастья. И, вообще-то говоря, вы, наверное, с этим не согласитесь сейчас. Но, вообще-то говоря, ваш отец вместе с вашей мамой воспитали вас той, какая вы есть сейчас. Т.е. умеющая жить самостоятельно, умеющая отстаивать свою позицию, свою точку зрения, умеющая работать на себя и для себя, не позволяющая, по сути, никому диктовать свои условия в своей жизни. И это заслуга ваших родителей. Еще раз повторю, скорее всего, вы со мной не согласитесь, но это, тем не менее, так. И теперь, основной вопрос к вам. Как быть с родителями? Ну, во-первых, ни отца, ни мамы вам не переделать. Мама знала, какой отец человек. Уверен, она знала и то, что он ей изменял. Но, раз терпела, значит, у нее были на это основания. И у вас, по сути, есть два варианта решения проблемы, как мне это видится. То есть, даже не вариант решения именно проблемы, потому что проблема-то, она как бы в самом отношении ваших родителей к вам. Я бы сказал, что, по большому счету, у вас не два варианта разрешения этой ситуации. Поскольку вы живете вместе со своим мужчиной отдельно от родителей в другом городе, то ваши родители, вполне может быть, так и не узнают о том, что вы уже познакомились с ним, что вы уже, по сути, живете вместе, что вы уже, по сути дела, собираетесь семью создавать. Родители этого не узнают, и вы можете просто-напросто держать их в неведении. С тех пор, пока, например, у вас не появятся дети, и тогда вы уже можете, например, сказать, что, вот, ты знаешь, отец, ты уже, там, девочка, например, или что-то в этом роде. Но есть и другая сторона, есть и другой вариант, что вы, напротив, обо всем рассказываете своими родителями, не скрываете, говорите о том, что это моя жизнь, и я буду делать так, как я окончил. И либо вы принимаете это, либо нет, это ваше право. И вы делаете это потому, что, во-первых, уверены в себе, во-вторых, потому что не хотите обманывать своих родителей. Далее вы пишите такую вещь. Просить помощи у мамы нет смысла, потому что отец, он по себе авторитарный человек. Просить помощи у мамы в чем? В виде семьи мама никак не может на него повлиять. Она не должна на него повлиять, потому что, объективно, он взрослый человек. И даже если бы слово вашей мамы имело какое-то значение, было бы странно, если бы оно одно было способно поменять взгляд вашего отца. И поэтому несколько странно звучит ваша фраза о том, что у мамы просить помощи нет смысла. Помощи в чем, для чего? В том, чтобы переубедить вашего отца, что вам это лично даст. А переубедить вашего отца, значит, доставить его поменять свою позицию, поменять свою точку зрения. А это означает, что он должен стать другим. Это означает, что он должен, условно говоря, поменять свои ценности, свои взгляды. И если честно, вы, положая руку на сердце, действительно верите, что это возможно? Вы действительно верите в то, что ваш отец может изменить свои взгляды? Лично я думаю, что, не беру судить о том, может или нет, это индивидуально, но лично я думаю, что куда более вероятно является тот исход, что ваш отец просто смирится с тем, что его дочь приняла какое-то решение в своей жизни. И пока что, пока он не знает о том, что вы живете с слабым человеком, он уверен, что он не дает вам вступить в эти отношения. Он уверен в своей правоте. Процесс смирения не запустился, потому что он верит, что вы останетесь. Если вы скажете, что вы живете вместе, что вы собираетесь там жениться, что вы собираетесь там заводить детей, например, и так далее, это будет взрыв, это будет вспышка, это будет гнев, это будет злость, но при этом ваш отец начнет смиряться. Сколько этот процесс займет времени, сказать нельзя. Может быть годы, может быть так же резко, как он изменился тогда в вашем письме, он изменится и еще раз. Мы этого знать не можем. Но, объективно, это единственное, на что вы можете рассчитывать. По факту. И вы понимаете как? Я не говорю, что это единственное правильное решение для вас. Я не говорю, что это то решение, которое вам обязательно нужно предварять в жизни. Это не совет. Желайте от того, чего вы хотите. Хотите поддерживать иллюзию того, что все хорошо держат родителей в неведении? Пожалуйста. Это ваше право. Хотите, чтобы они знали правду? Считаете, что они достойны того, чтобы знать правду? Скачите все как есть. Пусть начинает беситься, пусть начинает ваш папа, как бы это сказать, да, кричать, метать молнии, но тем не менее. Гнев пройдет, придет осознание, что он ни на что не сможет повлиять. И, собственно говоря, начнется процесс смирения. Выбор у него нет. А если этого процесса не будет, то тогда простите. Это значит, что ваш ответ изначально был настроен не к вам, а к себе. И через вас он пытался что-то для себя сделать. То есть свел себя эгоистично. Что, кстати, не лишено смысла исключить, что вы про него написали. И в этом случае, что бы вы ни сделали, результат всегда будет один и тот же. Я надеюсь, вы это понимаете. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку к могу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего доброго и удачи.